Будет жарко, американские ученые рассказали, чем вооружит пехоту в 2050-м. Будет жарко, американские ученые рассказали, чем вооружит пехоту в 2050-м. Восемь часов 3 октября 2019 года, обновлено, 8-4 3 октября 2019 года. РИА Новости, Наталья Селиверстова, макет перспективной боевой экипировки на выставке «Россия», устремленная в будущее. РИА Новости, Наталья Селиверстова, Москва, 3 октября новости, Андрей Коц. Бронированные экзоскелеты, огромные танки и пехотинцы, бьющие длинными очередями из тяжелых пулеметов от бедра. Сотрудник исследовательской лаборатории сухопутных войск США Александр Кот отследил эволюцию вооружений за 7 веков и предсказал, чем армии развитых стран будут воевать к середине 21-летия. О прогнозах, предпосылках и точках зрения военных экспертов в материале РИА Новости. Тяжелая пехота. Американский ученый применил закон Мура, сформулированный более 50 лет назад для прогнозирования развития компьютерной техники. За исходные данные он взял время создания оружия, показателей скорости и массы снаряда, мобильности и скорострельности. Начал ученый с изучения характеристик средневековых арбалетов, а закончил современным стрелковым оружием и бронетехникой. По мнению Кота, солдат-пехотинец образца 2050-го обязательно будет экипирован в обшитый броней боевой костюм на основе экзоскелета. Причем упакованную в такие доспехи пехоту вооружат крупнокалиберными пулеметами вроде китайского QJZ-89 или российского корта. Автор исследования уверен, что мощи сервомоторов и аккумуляторов будущего хватит, чтобы компенсировать внушительную отдачу. РИА Новости Илья Питалев Демонстрация военного экзоскелета в АОГБ Инжиниринг Сейчас экзоскелеты такими возможностями похвастать не могут, хотя стремительно развиваются. Пока это стальной каркас, который за счет хитрой системы электроприводов повторяет биомеханику мышц и позволяет оператору поднимать вдвое больший вес, чем способен насилить обычный солдат. В сентябре 2010-го американская корпорация Raytheon представила систему XOZ-2, построенную на гидравлике высокого давления, оператор поднимает тяжелые предметы без ущерба для костей и связок. Разработчики готовят прототип весом около 100 килограммов, состоящий из контроллеров, датчиков, высокопрочного алюминия и стали. Единственный вопрос, который конструкторам пока не удалось решить – источник питания. Сейчас XOZ-2 работает от розетки. 29 августа, 10.36 радио. Спотник. Робот Федора читался о начале испытания экзоскелета на МКС. В России за боевые экзоскелеты отвечает столичная компания GB Engineering. Рычажно-шарнирное механическое устройство EO-01.02 защищает суставы и позвоночник, разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске тяжелых грузов и бережет силы военнослужащего. Экипированный таким образом солдат может переносить до 70 килограммов груза рейдовый рюкзак, автоматический станковый гранатомет, АКС, или даже 82-мм миномет с плитой-упором. В ближайшем будущем экзоскелеты станут экзотикой, рассказывает РИА Новости главный редактор журнала Национальной обороны Игорь Караченко. Не думаю, что это будет мейнстрим. Сейчас прослеживается тенденция к максимальному снижению заметности бойца во всех диапазонах спектра. В тактическом звене используют все больше электронных устройств. Прорывов следует ждать именно в этой области. Модернизируются системы связи, приемы информации. А экзоскелет нужен лишь для переноски или подъема тяжести. Возможно, его будут использовать как платформу боевой поддержки, способную переносить за бойцами боекомплект. Но в появлении полноценных бронированных скафандров я сомневаюсь. 28 октября 2018 года. 08.00. РИА-НОВОСТИ АЦЕРМАТЫ Экспериментальные танки, ставшие основой для Т-14 и для сравнения. Самой популярной модификацией М1А1 имеет эквивалент бронирования от оперенных подкалиберных снарядов около 680 мм. В мире действительно есть тенденция увеличения калибра танковых орудий, рассказывает РИА-НОВОСТИ главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. У нас сегодня 125 мм, на Западе 120 мм. Это уже стало стандартом. Известно, что в ФРГ пробовали разрабатывать 140-мм пушку, которую так и не довели до стадии испытаний. Сейчас, говорят, этот проект возрождается для германо-французского танка будущего. Но пока все на бумаге. В отличие от нашей пушки 2А83 пробные стрельбы уже прошли. 3 июля, 11.18 РИА-НОВОСТИ Испытания 57 мм боевого модуля для «Арматы» начнутся до конца года. Что касается легких танков, то этой темой в мире уже мало кто занимается. В частности, свой прототип в середине сентября представила американская «Генерал Динамикс» боевая машина «Гриффин». Два массы 38 тонн оснащена улучшенной броней и 120-мм пушкой, аналогичной орудию. М1А2 «Абрамс» Новая платформа рассчитана в первую очередь на использование экспедиционными и воздушно-десантными войсками, в том числе и в качестве авиадесантируемой платформы.